Героя нашего времени когда-нибудь видели? А вот сейчас услышите. Алексей Мочилов у меня в гостях. Человек, совершивший подвиг. Америка сегодня у нас, например, абсолютно не на связи, не на бирже, нигде не прослеживается. У них День Независимости, они его отмечают колоссально, абсолютно всеми доступными способами. А у нас очень большой праздник, потому что в нашей стране на одного реального героя стало больше. Вот он у меня в студии. Леша, здравствуй. Добрый день. Я просто даже не знаю, как относиться к такому прекрасному представлению. Подвиг совершил? Ну, наверное, такой мелкий локальный подвиг, который имеет ценность относительно меня и моих друзей, скажем так. Для круга семьи, а также приближенных, взял и от Мурманска до Магадана за 5 дней, 20 часов и 6 минут 11 737 километров. Не останавливаюсь. Ничего себе. Как говорится, что там такого? Каждый может. Знаешь, некоторые попытались, не получилось. Ну, как говорится, там все-таки весна, природа, поводок. Если мы говорим про Андрея Леонтьева, который вчера в эфире рассказывал, в общем-то, о своей попытке совершить ровно такой же подвиг. Он рассказывал совершенно о другом. У него не было никаких задач установить рекорд. Он ехал просто на регулярность хода. И хотя у него на машине было написано вопросительный знак, за сколько именно Дневин это сделает, он не счел нужным говорить по поводу дней. Он говорил о том, как замечательно они со Штурманом в коллективе творческом своем позволяли спать в присутствии друг друга, пока один рулит. Вот самое главное, что я понял. Ну, тактика, в общем-то, у нас была ровно такая же. Вот, но, скажем так, функцию слежения за развиваемой скоростью отключали и я, и он. То есть это для того, чтобы... Слушай, герой, погоди, давай сначала. Давай, ведь Андрей Леонтьев совершенно не зря вчера уже подстилал соломку под то, что ты сегодня будешь говорить. Ты расскажи эту историю с самого начала. Ну, с самого начала... Жили-были. Да, жили-были. Жили-были. Значит, история начиналась достаточно давно. С Андреем Леонтьевым мы много лет работали вместе. Ну, как бы... Он этим тоже гордился. Да. Значит, я могу тоже только гордиться этим. И совершенно прекрасные воспоминания. А самое главное, что у него есть чему учиться. Я всегда в жизни ценю вот именно это в лидерах. То есть очень приятно пойти и устроиться на работу к человеку, который для тебя является авторитетом. Не важно, человек там хороший, плохой, хороший он профессионал, не очень хороший он профессионал и так далее. Но главное, что этот человек является носителем чего-то уникального на рынке. Ну и, соответственно, Андрей Леонтьев, он, наверное, сейчас ярчайший автомобильный журналист, по крайней мере, в телевизоре. И таких профессионалов, ну, я, наверное, в жизни пока не встречал. Ну, то есть я могу долго перечислять, как бы, качества Андрея, которые для меня до сих пор являются совершенно недостижимыми. И самое главное, что я думаю, что я их никогда не достиг. Вот, но все равно, рано или поздно, любое сотрудничество, оно, как бы, заканчивается и начинается свободное творческое плавание. Ну и, соответственно, пару лет назад мы с ним, как бы, разошлись из, можно сказать, одной гавани в разные стороны. Андрей, соответственно, как работал в телевизоре, так и продолжил работать, а я окончательно осел в недрах интернета и стал никому неизвестным блогером, как говорится. Соответственно, и именно тогда, когда мы с ним сотрудничали, мы ездили как раз вот в составе КАМАЗ-мастера на шелковый путь, участвовали в этапе чемпионата России по ралли-рейдам. Тогда же мы прошли огромное количество разных экспедиций, причем к плечу, включая поездку из Москвы в Магадан на Маздах, причем на легковых. То есть для тогда это тоже был огромный подвиг, потому что общественное мнение считало то, что это невозможно, добраться, в принципе, на легковой машине с дорожным просветом, как пачка сигарет, до Магадана, до которого 3200 километров грейдера. Причем мы туда поехали еще в самом разгаре осени, когда дорога, в общем-то, мягко скажем, не очень простая. И вот именно в процессе того путешествия родилась такая интересная мысль, за сколько можно доехать, в принципе, через всю страну до Магадана. Вот именно если сесть в Мурманске в машину, засечь время и выйти в Магадань. Ну, такой абсолютно детский бред, мягко скажем. Вот, но как любая подобная история, она, естественно, врубается в мозг, как заноза, и ты живешь, как бы занимаешься своими делами и помнишь об этой мысли. Ну, естественно, для того, чтобы вот так сесть и поехать, нужно какой-то сумасшедший стимул. Но ты при всем при этом живешь, и у тебя есть такая мечта. Ну, у каждого человека она должна быть. Ну, правильно, заноза в мозгу, шило в заднице. Конечно, да. Ну, в общем, живешь, никого не трогаешь. Вот, но так как мы с Андреем перестали общаться на какое-то время, вот это вот зерно, оно стало прорастать у каждого в мозгу параллельно. И спустя два года я вдруг совершенно случайно узнаю, то, что Андрей вот через три дня, то бишь, там, по-моему, шестого июня, стартует из Мурманска ставить рекорд. Причем я узнаю это прямо от него. Ну, в общем, у меня темперамент не позволил к этому спокойно отнестись. Естественно, маска сварщика упала на глаза. Естественно, были отменены вообще все там какие-то дела, коммунировки. Ну, в общем, было все отменено. И мы пытались за три дня собраться и выехать с ним параллельно. Но это оказалось совершенно невозможно, потому что, ну, мало того, что он не на чем, да, банально, потому что все мои машины, там, одна находится в тундре, вторая стоит разбитая. Вот, соответственно, ни одно представительство за один день машину не даст. Коллектив собрать за два дня невозможно. Организовать себе бюджет какой-либо, да, просто вот достать деньги из кармана тоже невозможно. Ну и так далее. В общем, очень много было вводных, которые нас остановило от прямой дуэли, скажем так. Вот, но было принято решение, что мы подождем неделю ровно. И таким образом у нас 10 дней на подготовку. И мы, соответственно, стартуем. Как раз к этому моменту будет уже известен результат Андрея. Будет, либо не будет. Ну, скажем так, недооценивать противника в этом отношении невозможно, потому что Андрей реально очень серьезный. Конкурент во всех отношениях. И как журналист, и как пилот, и как стратег. Ну, вообще, в принципе, если бы он был бы слабаком, мы бы не поехали просто. То есть конкуренция интересна, когда она с более сильным во многом человеком, чем ты. А так как мы ездили в одном экипаже на КамАЗе, и именно Андрей был за рулем, а не я, то можешь себе представить, насколько для меня это был непростой такой момент, потому что, ну, как бы, ну, нельзя проиграть. Потому что у тебя на карту поставлено, ну, во-первых, немало денег, во-вторых, самолюбие, в-третьих, к тебе приковано огромное просто количество глаз твоих там друзей, единомышленников, читателей, слушателей, зрителей, да? Вот. И ты бросаешь, в общем-то, вызов человеку, который известен. А ты-то, ну, я-то, ну, известен в узких кругах, мягко скажем. Во всякий случай напомню, это Алексей Мочелов, если кто не знает. Вот. Ну, в общем, но, с другой стороны, ну, так как у нас аудитория, все-таки бизнес-аудитория, мы все понимаем, то, что вот любая конкуренция, она является тем самым стимулом для того, чтобы доказать себе, доказать, там, рынку, доказать, там, кому угодно, что-то создать. Ну, и поэтому именно вот этот вот волшебный пинок, как нам все говорили, да, он и заставил нас за 10 дней вывернуться ужом и уехать. Причем уехать даже не на том автомобиле, на который мы рассчитывали, потому что в день перед стартом Mitsubishi Pajero Sport, который нам был обещан, просто не успели подготовить в Рольфе, и он так и остался зависеть на подъемнике. Мы уехали вообще на частной машине моего штурмана, ну, штурмана-напарника, в смысле того, вот, на Toyota Cruiser Prado. Причем эта машина абсолютно частная, с осетинскими номерами, вот, и даже обклейка у нас на машине получилась совершенно куцая, потому что Pajero Sport должен был быть черный, и мы всю обклейку готовили под черную машину, а на серебристую машину белые наклейки не ложатся. Поэтому мы наклеили только красные наклейки и ехали, соответственно, с ними. Поэтому любой человек, который видел Toyota Long Cruiser Prado с изящной надписью на заднем стекле «Погоня за мечтой», это, в общем, были мы. И то, что за рулем периодически сидело лицо совершенно не кавказской внешности, это, в общем, не случайность. Потому что... Это никому не известный блогер Алексей Мочелов. Напоминаю еще раз. Да, но зато вы не представляете, какая реакция у людей, скажем, в Магаданщине на 15-й регион на машине. Это просто... Только ради этого стоило туда ехать. Географические новости. Конечно, потому что никто не знает, что такой 15-й регион как минимум уже за Урал. Там такого не бывает. Не бывает. Вот. Поэтому, в общем, сборы были вот такие вот взбалмошные. И решение о том, что мы едем на Toyota, пришло уже по пути в Мурманск даже. Потому что мы даже трекеры слежения за нашим движением устанавливали на Toyota как на промежуточный вариант. То, что у нас был такой тайный план доехать до Мурманска, там взять на прокат Renault Logan, ну, чтобы не убивать свою машину, и на прокатном Logan, который стоит 900 рублей в сутки, соответственно, додубасить, до Магадана, а потом неспешно вернуться. Мы посчитали, что на... Ну, как бы, если рассчитать на месяц даже прокат этой машины, получается гораздо дешевле, чем ремонт Toyota. Чем любой ремонт любой Toyota. Конечно. Вот. Поэтому изначально был такой план. Но когда мы ехали уже в Мурманск, уже готовились к старту, позвонил сам Андрей и рассказал о том, что он не достиг Мурманска и уперся в размытую дорогу. Перерыв на новость. Кроме Сергея Асланяна в студии Алексей Мочилов, герой, совершивший подвиг, после чего самопровозгласивший себя безвестным блогером. От Мурманска до Магадана, это 11 737 километров, он взял, да и легко проехал за 5 дней, 20 часов и 6 минут. Всего. Было? Было, да, но можно быстрее. Но об этом отдельно, да. Значит, мы прервались на том, что по пути в Мурманск, когда мы уже подготовились к старту нашего рекордного заезда, мне позвонил сам Андрей Леонтьев и сказал, что Алексей, так и так, ты можешь даже не стартовать, потому что трасса Колыма размыта, и мы уперлись в размытую дорогу. Соответственно, до Магадана сейчас доехать нельзя, и вообще все, что мы сделали, в общем, это никому не нужно. Ну, я, так скажем так, вольную трактовку переношу. Ну, после чего его геройский порыв, который был обращен к тому, чтобы за несколько дней преодолеть огромное количество километров, вылился в рекорд на регулярность хода. Так долго из-за руля не выходил еще в нашей стране никто. Ну, в общем и целом, я, честно говоря, вот эти разные варианты трактовки уже даже в них не сильно вникаю, потому что у меня-то свой рекорд, как говорится. Это точно. Соответственно, у меня была мечта пересечь страну на время, и я ее пересек на время. И как ее не трактуй, а мы вот именно это и сделали. И самое интересное, что Андрей же подавал заявку в Книгу рекордов России на фиксацию этого рекорда, и я подавал заявку тоже туда же, потому что мы же играем по одним правилам. Соответственно, мы не отказали на фиксацию этого рекорда, потому что он, очевидно, связан с нарушением правил дорожного движения, а всяческие противозаконные рекорды они, соответственно, не фиксируют. Поэтому у Андрея сейчас достаточно тяжелая задача сформулировать этот рекорд так, чтобы это было, с одной стороны, законно, с другой стороны, его зарегистрировали, и с третьей точки зрения это выглядело убедительно. Но мы сразу просто развернулись от Книги рекордов и ушли своей дорогой, потому что, опять же, мы это делаем для себя, чистосердечно и откровенно, и у нас цель – доехать. А уж как на это будут смотреть Книги рекордов, или как на это будут смотреть наши сограждане, или как будут на это смотреть МВД, вот честно сказать, все равно. То есть не пойман не вор, ГИБДД у нас призвано контролировать скоростной режим и все такое, вот они и контролировали. Вот мы в рамках того, как они контролировали, и доехали за 5 дней, 20 часов и 6 минут. Контролировали бы лучше, ехали бы, наверное, чуть-чуть дольше. Ну, поскольку они давно не занимаются на дороге вообще ничем, поэтому вы и не рисковали особенно. Так вот, вы приехали в точку старта и поняли, что, пожалуй, на Логане вы не поедете. Ну, как раз вот этот вот диалог с Андреем по поводу размытой трассы Колыма и поставил точку в истории с прокатным Логаном, потому что стало понятно, что там, скорее всего, потребуется полный привод, и какой бы ни был хороший автомобиль Логан, но все-таки Лонг Крузер есть Лонг Крузер. К тому же Казбек, мой напарник и хозяин автомобиля, он оказался человеком очень запасливым, ну, благо, все-таки, совсем уже не мальчик, и как бы опытный, у него там больше 30 лет, старший за рулем, и всяческий внедорожный спорт, и так далее. Он запасливый цепями. Это было просто гениально. Поэтому на цепях, сами понимаете, на Лонг Крузере можно проехать где угодно, просто, ну, главное, что реку, наверное, нельзя штурмовать, но, по крайней мере, любая размытая там тундра справа от дороги на цепях, в общем-то, берется. Ну, и главное, у меня тоже есть опыт езды на подобных машинах, и тоже на цепях, поэтому было принято решение жертвовать собственным автомобилем Казбека. Это было достаточно, наверное, такое тяжелое решение, но мы загорелись уже к этому моменту оба, и остановить было вообще уже никак невозможно. Поэтому никакие звонки не могли нас даже притормозить. Тем более, что у меня, как у путешественников за достаточно все-таки большим стажем, хотя, так, не скромно про себя говорить, у меня выработано очень мощное влияние шестого чувства на то, что я делаю. То есть инстинкт подсказывал то, что дорога будет, вот ехать движимым инстинктом, что дорога будет как бы в неизвестность, вот это вот на самом деле, наверное, был некий внутренний подвиг, потому что у нас даже внутри экипажа было постоянно обсуждение, ну а вот, а нафига мы едем-то, если дороги нет, и мы упремся, и рекорда не будет. То есть вот эти вот там, получается, 10 тысяч километров ты рубишься только ради того, чтобы упереться в размытую дорогу. Причем ты знаешь, что она размытая, и ты все равно едешь. Ну то есть это абсолютно такая утопия по большому счету. Вообще в смысле этого слова. Конечно. И всем при этом еще нас очень мощно подогревала, конечно, народная поддержка, потому что я у себя в ЖЖ написал о том, что, ребята, вот так и так мы едем в Маганан на время. Вот, у нас нет ничего, поэтому помогите, кто чем может, как говорится. Ну, в общем, я публиковал расчетный счет в своей банковской карточке. Вы будете смеяться. Мы практически туда-обратно проехали за народные деньги, потому что... Потому что народ тебя любит, и вообще народ любит подвиги. В общей сложности нам пришло порядка ста тысяч рублей, было собрано вот так по пятьсот рублей, по тысяче, просто от желающих нам помочь. Это фантастика такая, что если бы мне кто-нибудь рассказал месяц назад о том, что это возможно, я бы никогда в жизни не поверил. Вот, и это, конечно, совершенно прекрасно, потому что нас и провожали с помпой под прощание славянки, привезли гармониста, резали пироги и так далее. И когда же, когда мы финишировали, когда я приехал в Москву три дня назад, вот, и все равно сразу так встреча была совершенно фантастическая и трогательная. Нас по городам, когда мы проезжали, нас вели друзья, подвозили там на объездные городов пироги там осетинские. Это, конечно, Казбековы друзья, да, осетины, но все-таки... Зауральские осетины. Да, 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 вот. И, в общем, это было совершенно фантастическое ощущение. Я могу, так сказать, то, что это, наверное, было там, ну, не то, что приключение года для меня, да, это, возможно, там, я не знаю, там, десятилетие приключений, потому что вроде бы на ровном месте, но был придуман проект с совершенно сумасшедшей энергетикой. И, опять же, для меня это же был некий, опять же, телевизионный дебют, потому что я в телевизоре по сути никогда не работал. Был опыт съемки, съемки, скажем так, на третьих ролях с Андреем Леонтьевым, и был печальный опыт съемки там трех-четырех телепередач на Автоплюсе самостоятельно, после чего я понял, что это вообще не мое, я не хочу этим никогда в жизни заниматься, и так далее. Я просто закрыл за собой телевизионную дверь и ушел. Опять же, в то самое неизвестное блогерство. И тут я принимаю как бы удар по полной программе, то есть нам надо снять передачу не хуже, чем у Андрея Леонтьев. У Андрея Леонтьева 20-летний стаж телевизионный. У меня стаж 4 программы и вообще полное отсутствие какого-либо просмотра телепрограмм на протяжении последних 10 лет, потому что мне просто банально некогда. То есть я не очень знаю, как это делается. Поэтому мы взяли с собой оператора, который большой профессионал, который может подсказать, как надо правильно встать перед камерой, который может тебе сказать «Нет, Леха, это ты вот очень как-то плохо сказал, коряво, давай переговорим» и так далее. Вот, который может снять красивую картинку и так далее. Ну, в общем, это была еще вдобавок школа телевидения, такая, пятидневный экспресс-курс. Экстремальный. Да, да, да. Вот, поэтому соответственно через там, не знаю, неделю-две на Автоплюсе и наверняка на восьмом канале выйдут в разных, скажем так, монтажных версиях передачи о том, как мы ехали. Я, конечно, не гарантирую, что мы сняли лучше, чем Андрей, просто потому что, но если мы сняли, если мы с ним лучше, чем Андрей, это будет просто фантастика. Это, кстати, не так сложно, потому что Андрей все-таки очень сильно понизил планку качества автомобильной журналистики в телевизоре. Я даже не берусь судить, потому что я не смотрю телевизор, да, я знаю Андрей как человека и мне очень приятно с ним конкурировать. Это две разные версии, он в натуре и он в кадре. Я, к счастью, знаю его в жизни. Вот, и по этой причине планка была для нас завышена настолько, что я могу сказать честно, когда ты не спишь несколько суток, сказать что-нибудь на камеру невозможно, просто невозможно. Для этого надо быть, опять же, Андреем Леонтьевым. Я точно знаю, что он может, потому что я это в разные этапы жизни видел, а я это не могу. Я, в принципе, даже по телефону говорить уже не могу в таком состоянии. То есть ты замкнут на дорогу, ты просто едешь, твоя основная цель не убиться, да, потому что ну уже концентрация внимания плохая, и при этом нельзя пить ни энергетические напитки, ничего, потому что придется часто останавливаться в кусты, и ты идешь, ну, в общем-то, в неком коматозе в таком. Поэтому, когда приходит время очередного выхода, скажем так, в запись, мы записывались каждые 24 часа, то есть мы проходим сутки от Мурманска и рассказываем на камеру, как мы прошли эти самые сутки. Как мы прожили этот день. Да, вот где-то день на третий, что-либо сказать на камеру было просто невозможно. То есть это было такое мощное самовнушение, такой аутотренинг со всяческими такими уговариями, что соберись тряпка хотя бы на 5 минут и так далее. Ну, естественно, для того, чтобы не выглядеть, как человек, который специально готовился к выходу в эфир, естественно, и не причесывался, там, не брился и так далее. То есть вот какой вот был, такой и выходил в эфир. То есть это полный антигламур, мне кажется. Угрюмый такой, зато подлинный. Да-да-да. Поэтому записать какие-то слова на обратном пути уже было практически невозможно, потому что настроя нет. И вот именно вся работа в кадре, она велась по пути туда. А все проезды, вот именно такие красивые для картинки, мы снимали назад. Это, кстати говоря, наше было очень мощное, в моем понимании, конкурентное преимущество, потому что Андрей приехал, уперся, в Якутске, улетел в Москву, а машину, соответственно, отправил железной дорогой назад. А мы этот путь проделали в оба конца. То есть туда на время, а назад самоходом доехали назад до Москвы. Заодно посмотрели, где были. Да-да-да, и заодно сняли. Но на самом деле посмотрели мы в ходе предыдущих экспедиций это все неоднократно, поэтому мы приехали просто по своей стороне, как по родному дому, потому что в каждом городе у нас уже знакомые, друзья, мы знаем, где остановиться, где поесть. Нас везде ждут, нам везде рады. В общем, никаких даже сомнений нету там, заезжать вот в этот город или не заезжать. То есть ты звонишь и говоришь, ребят, мы едем, да, и там уже поляна. Это жутко приятно. Единственное, у нас, конечно, было на обратный путь времени так много. То есть мы даже, при том, что ехали нога за ногу и снимали передачу, мы все равно назад доехали за две недели. Это все равно очень мало. Но вы еще фестиваль посетили. Ну, я, скажем так, к этому отношусь больше как к заслуженному отдыху и к возможности выспаться. Перерыв на новости. Алексей Мочелов, он продолжает рассказывать, делая вид, что никакого подвига в этом нет, о том, как за пять дней 20 часов и 6 минут 11 737 километров он от Мурманска до Багадана одолел вместе с Казбеком. Кстати, фамилия как Казбека? Казбек Бибаев. Это не просто герой. Он больше герой, чем я, потому что я-то это делаю часто. Ну, скажем так, езжу куда-нибудь, тем более езжу быстро, потому что времени нет. А Казбек был вырван из социума. Это человек, который на мой звонок вот так вот просто в Волге-Кавказ с таким традиционным началом разговора, что как дела, и со вторым вопросом поехали в Магадан. Человек задумался, ну, максимум минуты две и потом сказал, да поехали. И ведь поехал. И ведь поехал, да. То есть это был на самом деле основной тест на профпригодность для этой поездки, потому что друзей-то много, и много есть людей, которые ездят хорошо, с которыми не страшно отправиться в дальнюю дорогу, которые 20 раз проверены, но человек должен загореться. Это очень важно, потому что рано или поздно день на второй, на третий, на четвертый у любого человека начинается ломка психологическая, и человек начинает задавать сам себе вопрос, а нафига? Вот чего я дома не сидел? Жуткий вопрос абсолютно. Тем более, когда ты едешь, ну, одно дело, тебя просто пригласили в какой-то пресс-тур, а другое дело, ты рубишься на собственной машине за собственные деньги в собственное время, оторванное от собственной семьи и от собственного отпуска. То есть, ну, вообще сплошные лишения, как говорится. И тут обязательно человек должен гореть. У человека должно быть обязательно не просто огонь в глазах, не должен быть пожар просто. И поэтому одно дело, когда ты таким образом заводишь 18-летнего юнца, да, вот, а Казмек, между делом, 65-го года рождения. Ты можешь себе представить, какой порох у этого человека был, когда он был студентом, грубо говоря. То есть, сейчас вот мы с ним бились на равных. То есть, он ни в чем мне не уступал, ни как водитель, ни по выносливости, ни вообще, ни почему. И это совершенно фантастически, потому что я не могу сказать, что у меня сильно высокий уровень, но так как у меня на глазах проходят сотни разных участников разных экспедиций, ну, как бы, я же все-таки выступаю организатором очень часто и могу анализировать людей. Но по выносливости, наверное, Казбеку мало кто может встать вообще в один ряд и так далее. Тем более, что, когда нужно именно выдавать вот именно марафонский результат, когда ты должен стабильно ехать быстро. Так ведь не зря в его честь гору назвали. Да, я эту шутку, кстати говоря, ему передал. Он как человек очень скромный, очень сильно сконфузился и замялся и так далее. Это, кстати говоря, тоже совершенно замечательное качество человека, то, что он при всем при этом является, по крайней мере, для горца он очень скромный человек. То есть он позволяет с собой работать в команде, он не пытается доминировать, он работает именно как партнер. Это очень важно, потому что я все-таки имею, ну как бы, ты знаешь, что у меня очень нежное отношение вообще в принципе к любым горским народам. И ну для меня это был самый тяжелый момент, что ну практически любой горец он пытается в данном варианте показать там джигитовку какую-нибудь, показать, насколько он хорошо ездит. С газырями. Да, да, да. Ну в общем это не отнятие, это просто составляющая менталитета. И с Казбеком было очень комфортно в отношении, потому что, как опять же вчера говорил Андрей Леонтьев, очень важно, чтобы с твоим партнером можно было в машине спать спокойно и понимать, что он тебя не убьет сейчас в очередном повороте, потому что человек взвешивает каждое движение, что человек не рискует излишне и так далее. Это очень важное качество, тем более, что это же опять же вопрос стабильности, то есть человек может, например, ехать день хорошо, а потом у него может начинаться утомление и могут пойти ошибки. Но вот в тех же самых ралли-рейдерах, про которые вчера шла речь, это основная проблема, потому что человек обычно первый день стартует и идет хорошо, а на второй день идет еще нормально, на третий там тоже прекрасно, на восьмой день он начинает просто тупо ошибаться, и человек может быть совершенно прекрасным спортсменом, он может быть там фантастическим гонщиком на короткие дистанции, но вот одна ошибка и все, это сошел. А здесь, соответственно, цена вопроса была, в общем-то, ну, наверное, не меньше, чем если мы поехали на тот же самый шелковый путь, потому что, по крайней мере, если мы поехали на шелковый путь, мы бы растворились в общей толпе участников, и даже наш сход никто бы не заметил. А тут, когда ты заявил вообще во всеуслышание, что ты едешь на время, да, в Магадан, естественно, на тебя смотрят все, и все ждут, когда ты, соответственно, либо дойдешь, либо не дойдешь. Не дойти позорно, просто-просто позорно. Да, да, да. Вот. И, ну, по крайней мере, не дойти из ошибки, да, поэтому, когда мы уже там шли, например, по грейдерам, по трассе Лена, по трассе Колыма, и были моменты, когда очень хотелось прямо зажечь там, ну, пройти там повороты веером, ну, и так далее. Ну, в общем, есть возможность, скажем так, есть навыки. И наступить себе на горло и заставить себя ехать нормально, вот это вот тяжело, реально, потому что ты понимаешь то, что можно ехать быстрее. Вот можно, и причем ты даже правила уже не нарушаешь, потому что по трассе Колыма ехать больше ста, а может, такой конченый псих вообще. Вот. Но при всем при этом ты понимаешь то, что риск неоправдан. То есть вот любая ошибка и все, и ты сошел. Ни одного дилерского центра, ни вообще, ни одного сервиса, нет сотовой связи. У нас был участок, где мы сутки при нашей скорости были вне сети. У меня даже все мои там родные, близкие, домашние начали волноваться. Ну, как же так? Вчера были в сети, а сейчас нет. Еще разница во времени 7-8 часов с Москвой. Ну, то есть перемена как бы происходит вообще вся мозговая, физиологическая, вообще восприятие мира на такой скорости меняется. Вот. И в этом отношении мы опять же очень порадовались, что мы поехали на Тойоте, потому что она на удивление вынесла это все. Мы ждали каких-то капризов, там, поломок от машины, но все-таки не зря во всей стране так трепетно относится к самостоятельному бренду Long Cruiser, потому что эта машина, конечно, создана для подобных вещей. И в этом отношении у нас тоже было некое преимущество перед Андреем. Да, его Volvo XC90 была, наверное, более быстрая на хорошем асфальте, на каких-то участках, где прекрасная трасса и так далее. Но на Колымском тракте или на трассе Лена, уж извините, как говорится, тут уже наша карта. Вот. Соответственно, любые там ямы, канавы Toyota Prado берет прекрасно. Ну, понятное дело, что это не 200-й Крузак, да, у 200-го еще лучше. Но Prado все-таки такая более городская и нежная машина. И да, у нее есть много недостатков. Там у нее нет ни тормозов, ни прозрачного рулевого управления, ни нормальных амортизаторов. Она скачет, приплясывает по дороге, как попало. Но при всем при этом она позволяет держать неплохую среднюю скорость. А нам именно это и надо. Нам же все равно сколько машины может развить на прямике. Да, там больше разрешенных, по сути, скажем, ну, как бы так скривить душой красиво. Значит, скажем, больше 150 км в час, после которых начинается лишение прав, ну, по сути, на лонгкрузере правда и не поедешь. Ну, потому что банальная машина, она теряется под тобой. То есть ты начинаешь понимать, что ты едешь отдельно, машина едет отдельно. Но с другой стороны это и хорошо, да, потому что у тебя есть естественный регулятор скоростного режима. То есть тебе не надо, как на там Porsche Cayenne постоянно смотреть на спидометр и думать, а сколько ты едешь, 150 или 250, да, то есть он прекрасно идет, на любой скорости и все. То есть это автомобиль не для гонок, это именно автомобиль для вот таких рутинных марафонов. То есть рабочая лошадь, за что ее, по сути, все и любят. Именно поэтому мы с одной стороны были удивлены, что машина доехала без единой поломки до Магадана, а потом еще вернулась назад. А с другой стороны это, в общем-то, было запрограммировано. Просто конструкция автомобиля, потому что, да, он не должен дарить удовольствие от везда, да, у него убогий салон, просто как у УАЗика, как у современного Патриота, мне кажется, качественнее салон, чем у Прадо. Вот. Да, она там вытрясает душу, если там, не дай бог, там какую-нибудь яму крупную пропустить. Но при всем при этом она едет и едет. И никаких тебе ни чек-энжинов не загорается. Какая-то солярка попалась по 50 рублей за литр в Якутии, такая, и попалась летняя, зимняя, там все равно вообще. Там что там происходит под капотом, не знаешь. Вот. Поэтому, в общем, стоически. Опять же, для того, чтобы понять, какая была нагрузка, я могу сказать, что в Магадане мы поменяли покрышки. Между делом. То есть мы выехали из Москвы на нормальных колесах, а к Магадану приехали лоскуты просто. Потому что вот эти там 3200-каломенского тракта и трасса Лена стерли как ластики вообще покрышки. При том, что мы словили всего один прокол. Магаданцы, кстати говоря, были очень впечатлены этим результатом, потому что особо талантливые местные жители умудряются на этом маршруте убить до 8 колес. То есть приезжают на жгутиках, на заплатках и вообще на одном крыле. Вот. У нас был один прокол туда и один прокол назад. Это очень хороший результат. Вот. Но задние колеса, особенно задние, мы заточили вообще в хлам, потому что у Прада есть такая ярко выраженная склонность к заносу именно задней оси. То есть передняя ось идет совершенно как влетая, а зад начинает стаскивать. И вроде бы ты себя и так держишь в руках, да, и не пытаешься в повороты проходить красиво, потому что все равно никто не увидит. Вот. Но вот эти вот микроскольжения, они привели к тому, что есть у меня фотографии в моем блоге, в живом журнале, где стоят две покрышки, просто одна новая, другая старая. Они просто безумно вообще разнятся по внешнему виду. Вот. И поэтому можно, конечно, поставить памятник автомобилю только за это. И, кстати говоря, обратите внимание, что, опять же, эта машина была непредставительская, да, и мы совершенно не аффилированы непредставительством Toyota. И нас, ну, по сути, представитель поддержал только добрым словом. когда мы уже поехали, они сами сказали, говорят, ну, вы молодцы, и все. Вот вся поддержка, как говорится. Представительству просто крупно повезло, что это была Toyota. а еще представительству, жутко повезло, потому что мы назвали наш проект «Погоня за мечтой» очень созвучно с изначально тойотовским слоганом «Управляем мечтой». Совпадение облегчения. Это совпадение абсолютно случайное, ну, потому что мы планируем ехать на Mitsubishi, да, вот, а там, соответственно, слоган «Надежно», да, это совершенно несозвучно, но мы тоже, в общем, полагались на японскую выносливость и надежность. Но в итоге надежно оказалось у Toyota. В день России по России и управляя мечтой поехали за мечтой. Да, 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 это вот один момент, который я забыл сказать, да, что мы еще свой старт совершенно нежданно приурочили к декаднию России, потому что 12 июня стартовать, это, в общем, обычно люди заранее планируют и готовятся, а у нас как-то само собой так вышло, и это очень символично. Да, а об этом ты рассказываешь в День независимости. Ну, так получилось. От кого? От американцев. Ну, прекрасно. Вот, ну, я далек от геополитики, это у вас вчера был эфир про геополитику, я ничего об этом не знаю, вот, просто банально некогда. Вот, и, в общем, таким образом мы добрались до того самого места, где размыло трассу Колыма, там, где развернулся Андрей Леонтьев. К тому моменту мы у него выиграли, по-моему, 29 часов, боюсь соврать. Ну, в общем, опередили его больше, чем на сутки. И, таким образом, первая часть дуэли, в общем-то, закончилась, да, нашей такой полной победы, хотя, непонятно, зачем мы с кем боролись, да, потому что все-таки, ну, борьба-то была до Магадана. Но, было очень приятно, что вот именно к этому моменту мы уже, в общем и целом, первые. Дальше любые наши заслуги, они это уже просто бонус. И мы подъезжаем к размытому участку дороги с абсолютным замиранием сердца и видим, что он реально размыт. И тут, да, начинается такая, как-то зависает, такая пауза такая. Но при всем приятном видим, что там кто-то зачем-то копошится, какие-то грузовики что-то делают. Мы подъезжаем поближе, подходим к дорожным рабочим, они смотрят на нас и протирают глаза. Говорит, неделю назад, говорит, такой же, говорит, здесь был. Вы что, больные, что-то? Говорит, все, говорит, тут носиться, говорит, из Мурманска в Магадан, говорит, все, говорит, тут разворачиваться. Я ему говорю, ну, почему больные, говорит, ну, нормально, здорово. Ну, в общем, понимания какого-либо, конечно, нашего процесса не было. Вот. Ну, и они нам сразу говорят, ну, говорит, если вам нужна справка о том, что трассы размыты, то езжайте, говорит, в поселок, не помню, как он по-якутски называется, мы его сразу перевели на чеченский и назвали его Итум-Кале. Андрей вчера говорил, как он правильно называется, я не могу, к сожалению, я по-чеченски говорил лучше, чем по-якутски, уж простите. Значит, говорит, туда подъезжайте, там вот есть администрация, вам там напишут справку. Я говорю, нам не нужна справка, нам, говорю, в Магадан. Дорогу надо. Дорогу, говорю, построите. Новости впереди. А ты же с Алексеем Мочиловым, который сейчас рассказывал о том, как они подъехали к переправе, до Мурманска, до Магадана осталось совсем чуть-чуть, а вот дороги уже не стало. Да, вот эта вот фраза, совсем чуть-чуть, она чисто ваша москальская фраза. Ага. Потому что между Якутском и Магаданом, между делом, ровно 2000 километров. Ну, подумаешь, для вас, для бешеных собак? Ну, для нас-то да, но там вообще не только бешеные собаки живут, там еще совершенно прекрасно живут и якуты, и магаданцы, да, и они между собой вообще связаны этой дорогой. Причем на этих 2000 километрах, естественно, нет асфальта. Это просто гравийная дорога, причем в большинстве мест это еще и серпантин. То есть дорога, в общем, ну, ее нельзя назвать дорогой смерти, но она не очень приятная. И дорога жизни приятная. Да, да. Вот. И, в общем, вот этот вот прекрасный диалог с дорожниками привел к тому, что, ну, мы спрашиваем, говорят, какие еще прогнозы вообще? Ну, нам же интересно, едем мы в Магадан или не едем? Все-таки. Они говорят, ну, вы знаете, говорит, так как мы вот сегодня начали уже капитально засыпать эти все промоины, то, говорят, ну, подождите несколько часов, говорит, и вы проедете. Мы совершенно прекрасно припарковались под березовым кустом. И вот то, что мы не доспали перед этим за четыре с лишним дня, мы прекрасным образом добрали во время строительства дороги. Через восемь часов мы были первые, кто проехал по этой дороге. То есть, она не работала две с лишним недели. То есть, вообще, что-то нас сверху вело, точнее, не что-то, а кто-то, я бы сказал. Вот. И, в общем, мы прекрасным образом проезжаем через этот размытый участок. Подъезжаем к следующему небольшому размытому участку, который тоже, точно так же, строят дорожники. И там знакомимся с двумя прекрасными мужчинами, которые, ну, как бы, руководят этим процессом. У них припаркованный лонг-крузер 200. Естественно, лонг-крузер, да, ничто иное там не летает. Значит, они руководят этим процессом. Мы подошли, так, по-свойски, так, поговорили, они спросили, кто мы, мы спросили, кто они. И они говорят, вам уже надо, сейчас будет переправующий зал дан через речку паромную. Мы говорим, да, надо. И говорят, там, говорит, очередь, наверное, будет, там, так долго ждал, туда-сюда, давайте, мы вас переправим на ведомственном пароме. Без блата в нашей стране. Это просто был подарок судьбы очередной. Мы, соответственно, причем они не говорили, что там, езжайте за нами, или еще что-то. Они дали нас спокойно потом обогнать. Мы приехали на этот паром, сказали, что мы от дяди Вась встали на этот прекрасный паром. И потом на нем плывло все три машины. То есть там официальный паром народ рубился там с шашкой на голову, а мы спокойненько, ну, как такие абсолютно блатные товарищи переправлялись через Алдан вообще без какой-либо очереди. В общем, это тоже нам сэкономило некое время. И все. А как только оказались на том берегу, все, мы уже на острове. Этот остров называется Колыма, 1700 километров до Магадана, последний маш-бросок. Перед этим мы 8 часов поспали. Чего бы не ехать, как говорится. Естественно, да еще и вечерело. То есть весь путь прошел ночью, когда какая-то не строительная техника, ничего не ходит. мы ехали там реально бодро, потому что трасса Колыма оказалась намного ровнее, чем трасса Лена, например. И мы просто, ну, там можно проводить этапы гонок версии, да, там, ралли. Ровная, хорошая, гравийная дорога. Красивая, безумная просто. А мы же еще встретили несусветное количество закатов и рассветов. и ты едешь такой, сперва красивейший закат, потом красивейший рассвет, горы, реки. И ты понимаешь, что ты не зря вообще поехал. То есть рекорд, да фиг с ним, с рекордом. Ты просто вырвался вот из, ну, я часто вырываюсь, но все равно вот туда вырваться, это же надо все-таки собраться. и ты вырвался по такому мелочному поводу, который понятен только тебе, но ты увидел вот это, вот это вот все величие нашей страны именно в том регионе, куда люди добровольно не ездят. И, ну, это фантастически, это невозможно передать. То есть я вот сейчас могу заявить, что, ну, наверное, там, в тройку красивейших мест России, которые мне удалось повидать, а мне удалось побывать почти везде, Колыма точно входит. Это фантастика. То есть вот по дороге имеет смысл ехать не спеша и долго. Мы на обратном пути как раз по ней спокойнее ехали и наблюдали три раза, например, наблюдали медведей, которые просто тупо переходят через дорогу. Вот. И они не особо боятся машин, потому что, ну, во-первых, их не так много, этих машин, во-вторых, все дальнобойщики лучше друг медведя, он может чем-то и накормит еще заодно. Поэтому дальнобойщики давно-давно их прикормили. И вот это вот шоу, оно, в общем-то, бесплатное. То есть мишки на тебя смотрят и, в общем, они тебя совершенно не боятся, потому что, понимаете, что пулю они тебе не получат, а вот кусок мяса, например, могут получить. Да, что бы не постоять рядом с дорогой. Поэтому остановиться, сфотографировать или снять на видео, это, ну, в общем, ну, просто сафари. Такое прекрасное. Вот. И, в общем, рано или поздно любой марафон заканчивается. Мы, соответственно, вкатились-таки в Магадан, заехали на ту самую бухту Нагаева, увидели Охотское море. Там в середине июня плавают льды. Хотя на улице, в общем, такая хорошая летняя погода, но там льды совершенно капитальные. Не просто там шуга какая-то, да, а там нормальные такие обломки океанских льдов. И мы там же были сразу просто разобраны по компаниям, по друзьям. То есть там, естественно, приехала вся осетинская диаспора. Вот. Естественно, приехали там огромное количество джиперов там разных и в общем, встретили нас очень хорошо и красиво. Поэтому мы пробыли вот в Магадане два дня, но если бы у нас было время и возможности, мы бы, конечно, там бы зависли минимум на неделю. Хватило бы здоровья, остались бы. Ну да, но к великому счастью у нас, на самом деле, еще коллектив подобрался совершенно не пьющий. Поэтому нас поить было просто невозможно. Даже за финиш. Мы облились шампанским и оставили вон... Всем остальным. Да, 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 всем остальным, да. Вот. Значит, ну и в общем, дальше что? Дальше уже все понятно. Победа и так далее. А вот самое испытание началось на пути назад. Вот. И проехать эти же самые почти 12 тысяч километров не спеша назад, вот там мы, честно говоря, все и кончились. Потому что туда-то мы неслись на адреналине и было понятно зачем. А назад все. Батарейки сели. Выспаться особо не получилось, потому что в Магадане друзья. Да и везде друзья. Да и везде друзья. И поэтому куда бы ты ни приехал, где ты думаешь, вот сейчас вот я доеду до Улан-Удэ и посплю. А в Улан-Удэ 20 с лишним человек друзей. И поляна накрыта. И когда спать? Никогда. Вот поспим в машине, как говорится. В общем, назад мы ехали, как говорится, в теплой дружеской обстановке. Это, но это было очень тяжело именно психологически, потому что ты вроде бы привык к тому, что Коломенский тракт 1700 километров это полдня пути, грубо говоря, ну там чуть-чуть больше. А назад ты едешь два дня. И вообще не срастается на уровне психики вот это вот расстояние. Ты понимаешь, что все гораздо дальше. Ты понимаешь, какой ты псих на самом деле, что вообще сюда забрался. А, ты наконец-то и это про себя понял. И ты начинаешь понимать, какой мудрый человек Андрей Леонтьев, который не едет назад на своей машине, который уже сидит давно дома, а его машина едет в сетке по железной дороге. Кстати говоря, до Магадана нет железной дороги. То есть, в этой машине Андреевичу повезло, что он не доехал до Магадана. Соответственно, машина приедет в Москву гораздо раньше. Через полгода уже будет. Да нет, пораньше, пораньше. Я думаю, что она уже где-нибудь на подлетах. Мы, кстати говоря, даже с нашей Прады сняли спутниковое слежение раньше, чем Воливо приехало в Москву. То есть, Воливо-то еще едет в Москву. Конечно. А мы-то уже здесь. Ну и, в общем, самый тяжелый, конечно, был момент это дорога назад. И где-то в Новосибирске Казбек все-таки улетел к себе домой в Владикавказ, потому что все-таки дом, семья, работа. Ну, мы изначально не планировали, что мы будем ехать полную дорогу. А мы, соответственно, остались с Сергеем, с нашим оператором и снимали именно телеисторию. Это было отдельное приключение, потому что, ну, банально, опять же, красиво. Ты едешь и понимаешь, что ты не можешь вот это не снять. Потом ты понимаешь, что вот здесь невозможно не снять. Потом ты смотришь, а вот там парочка идет там за руки в тумане, надо их снять. И вот это вот просто такой творческий уже процесс. И при всем при этом постоянно связь с внешним миром, потому что тебе постоянно звонят люди, говорят, какие вы молодцы, какие вы вообще золотые. И ты понимаешь, что это просто круто. Это такой подъем сумасшедший. И хоть бы кто-нибудь позвонил и сказал, да вы идиоты. Они говорят, ну, по-доброму. И ты понимаешь, что они тебе завидуют. И вот ради этого и стоило ехать. Поэтому сейчас вот мы в Москве, вроде бы уже там и отоспался, там уже машина помыта, все там прекрасно, все там ТО проведены и так далее. и вот этот вот заряд позитива, который был накоплен за эту поездку, он сейчас питается страшной силой. И нет такого ощущения, что у тебя там истощенность, что надо там отоспаться, что ты не хочешь никого видеть, никого слышать. И вот часто такое бывает после тяжелых экспедиций, когда ты первые две недели вообще выключаешь телефон практически. То есть ты подходишь, но только избранные звонки и, ну, не в состоянии влиться в социум. А сейчас совершенно прекрасно. Я езжу по Москве, стою в этих ваших пробках, хочется сказать. И они меня совершенно не раздражают, потому что на душе абсолютно в разравновесии. И вот это вот самое дорогое, на самом деле. То есть на Прадо с твоими номерами обычно вокруг тебя еще зона безопасности. Ну, тут на самом деле в принципе, когда ты едешь по Москве на Прадо с Ситинскими номерами, к тебе вообще никто не приближается. Это очень приятно, на самом деле. Я даже задумываюсь о том, что мне надо весь свой небольшой автопарк тоже перевезти на какой-то такой регион. Так, чтобы это было неким ореолом. Можно в Магадане поставить на регистрацию? Что тебе тут съесть? Нет, ну зачем? Нет, есть прекрасные республики. С номерами 05, 95 и так далее. Да, да. Неприкасаемые абсолютно. Ну да. Вот. Поэтому, ну есть свои, в общем, дивиденды, но, к сожалению, завтра придется с машиной прощаться. Завтра прилетает ее хозяин в Москву. Вот. И в теплодружеской обстановке ключи будут переданы хозяину. Машина вернется в Волгий Кавказ, и никто никогда не подумает, глядя на обычную серую Toyota Land Rover Prado, что она поучаствовала в таком абсолютно психованном проекте. Причем, что машина без единой поломки прошла. Да, причем она прошла без единой поломки, и если Казбек решит ее продавать, даже можно, в принципе, наклеить, что она без пробега по России, в общем и целом. Ну там, что у них на Кавказе дороги хорошие, это же не трасса Колыма, то есть, никто даже не представляет, какие там бывают дороги. Вообще, в принципе, все люди, которые живут на юге России, там, в Ставропольском крае и так далее, вот во всех этих Кавказских республиках, они, я вот просто уверен, что они не представляют, какие бывают дороги на Востоке, потому что то, что мы вот там шли по трассе Лена, это просто чудовищно, это просто чудовищно. Вообще, как машина не разложилась там, я не знаю. А люди, которые живут вот там на трассе Лена, они смотрят на тебя, на москаля Клятого, и в принципе, они понимают, ты откуда? Ты марсианин с летающей тарелкой. Ты живешь там, не, Сергей, кстати говоря, вот огромное количество людей из именно восточных регионов ездят сюда на машинах постоянно. И мы, когда ехали в Москву, мы неоднократно обгоняли машины с якутскими номерами, с там, дальневосточными номерами и так далее. А косяки... А магаданцы? Магаданцев меньше, но тоже такие есть. То есть для магаданцев это уже не подвиг. То есть с тех пор, как в принципе построили трассу Колыма и более-менее трасса Лена тоже на что-то похожа, народ тянется на Запад. Это был Алексей Началов, герой нашего времени.